Фотографии, пишущая машинка, документы и косточка. Подарок от родителей, ставший для Фишера талисманом. Его парик и, конечно, личные письма разведчика из американской тюрьмы, адресованные семье и впервые представленные в Доме Российского Исторического Общества. Я должен сидеть и работать на ключе, а вы должны к кому-то подойти сзади и сильно хлопнуть шахматной доской. Вот так учил людей. Он создавал поменьки таким же образом. Я сижу, часто ее читаю, а вы подавайте ко меня бейте, Сергей Евгеньевич. Шахматной доской? Ну, не по голове, но рядом. По голове, конечно. Получилось? Да. Спасибо. Вы овладели разведку. Уильям Фишер, более известный как Рудольф Абель, один из самых прославленных разведчиков-нелегалов 20-го столетия. В апреле 1946 года он подал рапорт о добровольном зачислении в органы. После ускоренной подготовки уже через два года он был направлен в Соединенные Штаты, где руководил разведывательной сетью, занимавшейся сбором информации об американском атомном проекте, о работе ядерных объектов и о программе строительства подводных лодок ВМС США. На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической, военно-политической информации о планах и замыслах Соединенных Штатов Америки, об агрессивных планах в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. И с этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще. Только в 1957 году разведчик был раскрыт из-за предательства своего шифровальщика. Впрочем, сам Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. А для того, чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. И вскоре был приговорен к 30 годам тюрьмы. Суд против него был одним из таких громких эпизодов времен Холодной войны. Он вступил в этот тоже своеобразный бой в одиночку. И вышел из этого поединка непобежденным, сохранив при этом и офицерскую честь, и защитив интересы нашей страны. Долгое время Абель и его адвокат Джеймс Донован добивались права вести переписку с родными. После разрешения в 1958-м из федеральной тюрьмы в Атланте Фишер напишет около 50 писем. Эти послания занимают центральное место в экспозиции. Впервые эти материалы представлены, более того, собраны под одним переплетом и опубликованы. К столетию службы внешней разведки в свет вышел сборник писем Рудольфа Абеля под названием «Тайный архив советского разведчика-нелегала». В этих письмах Абель смог завуалировать послания советской разведки. Я знаю, со слов Семичастного, который был председателем КГБ какое-то время, о том, что Абель в тюрьме написал портрет Кеннеди. И этот портрет передали Джону Кеннеди, и он долго висел, этот портрет в овальном кабинете. Здесь, мне кажется, очень хорошо на экспозиции показано, что героизм Абеля был проявлен не только в период его нелегальной разведки, но и в период Второй мировой войны. Потому что он был разведчиком, фронтовым разведчиком, то есть каждый день подвергал свою жизнь опасности, реальной опасности, то есть огонь врага, переход, тыл врага. Действительно, в годы Великой Отечественной Фишер отвечал за организацию боевых разведывательно-диверсионных групп, нелегальных резентур и партизанских отрядов, а также принимал участие в масштабных радиоиграх, самое известное из которых носило название «Монастырь». Это была масштабная операция под информацией немецкого командования относительно наступления советских войск, возможного, накануне Сталинградской битвы. И вот не случайно Великой Генович гордился медалью партизану Великой Отечественной войны первой степени. Для него она была одной из самых дорогих наград, которые он получил за свою жизнь. В 1962-м Фишера обменяли на американского пилота, шпиона Фрэнсиса Пауэрса, сбитого на территории Советского Союза. Произошло это на Глиникском мосту, как его называли в народе «Шпионский мост». Он соединял Западный Берлин и Пацдам. В момент обмена у Фишера в сумке были картины, рисунки, краски, кисти и старенький мольберт. Его страсть – это городской пейзаж. И понятно теперь, когда сопоставляем два его таланта, талант-разведчик и талант-художник, мы понимаем, почему не натюрморт, а именно городской пейзаж, потому что он писал те места, которые могли ему пригодиться в его служебной деятельности. Есть на выставке и обменная грамота Абеля с подписью президента США Кеннеди. Дата – 31 января 1962 года. Экспонаты представили архив службы внешней разведки, Росархив, Матичинский историко-краеведческий музей, а оформил экспозицию Государственный музей современной истории России при поддержке Фонда истории Отечества. Выставка получилась содержательная, элегантная. И, конечно, это в некотором смысле тоже вклад в музей современной истории России в праздновании юбилея внешней разведки. Таким образом, мы отдаем дань этим великим людям, которые в буквальном смысле являются щитом и мечом нашей Родины. Среди многочисленных художественных работ Фишера, представленных на выставке, авторский оттиск с рисунка из серии «С чего начинается Родина» из личного собрания председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. А вот деревянный мольберт. Он принадлежал лично Уильяму Фишеру. В его лице страна могла обрести прекрасного художника, но получила легендарного разведчика. Служба информации Фонда истории Отечества.